МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проекту можно поставить оценку удовлетворительной. Глава города отчитался о реализации национальных проектов в Сарове. Выжили в кризис, как пандемия отразилась на малом бизнесе. Тихо сказка входит в дом. В музее народной игрушки открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Проблемы с подрядчиками, которые оказались не готовы к работе в закрытом городе, да еще и в условиях карантинных ограничений. Это основная причина срывов сроков по части нацпроектов. В итоге не все проекты уходящего года получили оценку, выполненную надлежащим образом. Два из четырех глава города оценил лишь как удовлетворительные. Депутаты выслушали выступление мэра и свое мнение по поводу исполнения нацпроектов выскажут в течение ближайших суток в формате дистанционного голосования. До конца года набережную Сатиса от Маслихинского моста до улицы Захарова должны привести в порядок. По словам главы города Алексея Сафонова, здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, видеонаблюдение и лестницы. Территорию благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», на реализацию которого Саров получил из верхних бюджетов более 30 миллионов рублей. Ситуация по данному объекту действительно в течение всего года была непростая. Как правильно коллеги отметили, есть риск кассового неисполнения. Но по ситуации могу сказать следующее. Да, подрядчик оказался слабым, не готовым к данному виду работы, не готовым к условиям деятельности в условиях закрытого города и в условиях ковидной обстановки. Идет активное шло и идет активное взаимодействие с этим подрядчиком на предмет заставления его работать должным образом. Выполнено 85% от всего объема заявленных работ с подрядчиком. Согласована дорожная карта с гарантиями завершения благоустройства до конца года. Тем не менее, поставить высокую оценку исполнению этого проекта глава города не смог. Подрядчик сдвинул сроки, есть претензии к качеству работ. Поэтому лишь удовлетворительно. Такую же оценку получило и исполнение нацпроекта «Экология». Федеральный подпроект «Оздоровление Волги». В его рамках идет реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод и реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений. Все-таки были сложности с подрядчиком. Есть у него особенности. Не в полной мере он, как говорится, выполняет с той скоростью те работы, как нам этого хотелось. И именно поэтому оценка будет только удовлетворительной. Нацпроекты «Культура» и «Цифровая экономика» и «Информационная инфраструктура» получили оценку «Выполнены надлежащим образом». В рамках первого закупили инструменты для детской школы искусств, второго проложили кабельные сети и закупили оборудование в школу номер 14 и Центр образования. Еще три национальных проекта – образование, демография и малое и среднее предпринимательство – реализовывались в Сарове за счет только местного бюджета. Их исполнение мэр оценил как надлежащее. В частности, Алексей Сафонов отметил, что больших результатов удалось достигнуть в федеральном подпроекте развития волонтерства. В рамках ковидной истории была проведена самая, наверное, значимая и заметная акция – «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых маломобильных граждан. За этот период и после него, то есть до настоящего времени, пол волонтеров увеличился более чем на 100 человек. Эта работа очень активно ведется, и она востребована и жителями города, и есть обратная связь в плане того, что, говорится, здесь очень хорошие у нас результаты, понятно, есть куда стремиться. Оценить исполнение нацпроектов должны и депутаты. Они выслушали главу города и проголосуют за проекты дистанционно в течение суток. Также дистанционно пройдет голосование и по другим пунктам повестки заседания Думы, в числе которых утверждение бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. У шестого созыва Думы, в котором состояло две трети нынешнего состава депутатов, уже был опыт проведения заседания в дистанционном формате. Поэтому механизм отлажен и трудностей и вопросов у народных избранников не вызвал. Материалы направляются чуть ранее, и работа по повестке, она идет через комитеты, она длится не один день, она длится недели. И само уже принятие решений по повестке дня сформированной, оно длится еще несколько дней. Поэтому время для принятия решения в том, чтобы разобраться в материалах, оно есть. Об итогах голосования депутатов мы расскажем в наших ближайших выпусках. Также информацию по принятым Думой решениям вы можете найти на сайте dumadefissarov.ru. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В США за сутки от коронавируса скончались более 3000 человек. Эти цифры превзошли показатели от 7 мая, которые до сих пор были самыми высокими. Тогда в стране зарегистрировали 2769 летальных исходов от коронавируса за сутки. В Штатах заболеваемость и смертность растет на фоне ослабления карантинных мер. Между тем, в некоторых европейских странах уже стартовала вакцинация от COVID-19. В Великобритании прививки начали делать 8 декабря. После того, как у двух человек возникла аллергическая реакция, медики рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от прививки. В России прививают отечественным препаратом «Спутник В». В первую очередь вакцину вводят людям из групп риска. Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что после 10 декабря вакцина поступит во все регионы страны. Глава ведомства отметил, что в настоящее время в России развернуто 33 тысячи реанимационных коек для инфицированных пациентов. При этом на аппаратах ИВЛ находится менее 3 тысяч зараженных коронавирусом россиян. За минувшие сутки в стране зарегистрировали около 27 тысяч новых случаев заражения. 499 из них приходится на Нижегородскую область. Сарове COVID-19 зарегистрировали у 254 человек. В ядерном центре запустили первый модуль «Царь лазера» – самой мощной в мире установки УФЛ-2М, в которой насчитывается около 200 лазерных каналов. Новое оборудование важно для изучения возможности создания новых источников энергии и понимания процессов, происходящих в звездах. Кроме того, установка нужна для моделирования и проектирования новых видов российского ядерного оружия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До конца декабря автомобилисты должны успеть поменять водительские удостоверения, срок действия которых закончился с 1 февраля по 15 июля 2020-го. Напомним, срок действия таких прав был продлен до конца года на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как отметили в ведомстве, за управление машиной с просроченным водительским удостоверением владельцам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей из-за держания автомобиля. Обо всех проблемах с вызовом врача теперь можно сообщить на портале Госуслуг. Как это сделать? Авторизируйтесь на едином портале Госуслуг. Для отправки сообщения достаточно упрощенной учетной записи. Заполните электронную форму обращения. Опишите ситуацию и суть проблемы. В одном сообщении описывайте одну проблему. Если их несколько, напишите о каждой из них в отдельном обращении. После получения ответа в личном кабинете или на электронную почту оцените качество решения проблемы. В случае низкой оценки работу медучреждения проверят. Студентов медицинских вузов и колледжей поощрят за практику в медицинских стационарах в ноябре и декабре. Постановление правительства об этом вступает в силу 10 декабря. По 10 тысяч рублей получат студенты вузов. По 7 тысяч рублей начислят тем студентам, которые получают среднее профессиональное образование по очной форме. Денежное поощрение полагается также студентам, работающим в медучреждениях. Труд которых напрямую не связан с лечением пациентов с COVID-19. 2020 год еще не закончился, но уже обрел славу худшего в истории. Пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис нарушили всевозможные планы людей. Доходы предпринимателей упали до рекордно низких значений. Эксперты утверждают, что так мало бизнесмены еще не зарабатывали даже в кризисном 98 году. О том, как приходилось приспосабливаться к обстоятельствам и буквально выживать без поддержки государства саровским предпринимателям, смотрите в следующем репортаже. Варвара Додина открыла детский центр здоровья и развития, когда вовсю бушевал кризис и было ясно, что второй волны коронавируса не избежать. И сделала это без поддержки государства. Она вложила свои деньги и нашла инвесторов. Как оказалось, единственное, на что она может рассчитывать, это субсидии на оплату коммунальных услуг. С оформлением этих документов ей помогли в центре поддержки предпринимательства. На региональном уровне обращалась, хотела получить финансирование на проект, предоставлять микрозаймы предпринимателям начинающим. Но я подавала заявку три раза, но так ничего не получила. Мне сказали, что многодетная мама и бизнес. Это очень странно, что-то вы где-то врете. Для одних экономический кризис – это завершение предпринимательской деятельности. Для других – временная сложность, которую нужно просто преодолеть. Варвара Додина задумала открыть детский центр здоровья и развития два года назад. Активные работы по ремонту выпали на первую волну пандемии. В это же время один из инвесторов перенес сроки финансирования проекта на лето. Но старт любого дела связан с определенными проблемами, и Варвара морально была к ним готова. А потому не отказалась от идеи открытия центра и продолжала упорно идти к своей цели. У всех есть периоды в жизни, когда плохо. Мне сейчас тоже не очень хорошо, сложно. Я на старте нового дела. Есть страх за жизнь и здоровье своих близких. И одновременно у меня никуда не делись трое детей. Семья, муж, дом. Но мы все это решаем. И если остановиться, опустить руки и ждать подачки с неба, можно так и умереть с голоду, ожидая, пока что-то на тебя упадет. Буквально на днях клиника получила санитарно-эпидемиологическое заключение. Сейчас Варвара готовит документы в Минздрав для оформления лицензии. На старте всегда есть много проблем. Чем бы ты ни занимался, когда бы ни начинал, всегда приходится решать много-много-много вопросов. И вот сейчас львиная доля вопросов не связана вообще никак с карантином, с ограничительными мерами. По информации Центра поддержки предпринимательства, с начала года, а преимущественно в период пандемии, прекратили свою деятельность 400 индивидуальных предпринимателей. Кто-то из них просто принял решение стать самозанятым. Поскольку наша пандемия происходит одновременно с тем, что предприниматели получили возможность, ну и люди получили возможность стать самозанятым. Кто-то из таких бизнесменов принимает решение окончательно закрыть ИП. Но есть и хорошие новости. Ряды предпринимателей пополнили порядка 250 новичков. Только в ноябре зарегистрировали 22 объекта малого и среднего предпринимательства. Открылось более 50 торговых объектов. Даже не объектов, а именно предпринимателей в сфере торговли. То есть кто-то решил в условиях пандемии заниматься торговлей. Ну и, естественно, дистанционный. По словам директора Центра поддержки предпринимательства, локдаун весной сильно напугал бизнес-сообщество. Но со временем им пришлось принять новые правила и подстраиваться под обстоятельства. Широкие возможности для бизнеса открыл интернет. Все, кто могли и хотели, перевели свою деятельность в онлайн. Екатерина Опенова, Константин Достровский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бабушки и дедушки, мамы и папы. Часть из этих игрушек подарили музею жители нашего города. Всех их можно увидеть на новой выставке «Тихо сказка входит в дом». Помимо изделий советского периода, есть в экспозиции современные украшения. Например, стеклянные шары, расписанные вручную мастерами фабрики «Ариэль». Такие шары – большая редкость, поэтому и хранятся в отдельном стенде. Чем ценные экспонаты именно нашего музея, нашей коллекции, тем, что сделаны они были до 2000 года. То есть это как раз период только становления этой фабрики, только открытия. Мастера еще только набирали опыт в одувании. Тогда достать эти шары себе домой было большой удачей. Шли они в основном на экспорт. Сейчас продукция фабрики стала более доступной. И появилось много шаров с декоративным орнаментом и стеклянных игрушек. Они, кстати, украшают центральную елку в экспозиции. Но именно такие шары с ручной росписью больше практически не делают. Вместе с игрушками «Ариэль» на елку повесили фигурки, сделанные в мастерской Мариинского театра. Совершенно небольшая мастерская, в которой делают разные украшения, сувениры, игрушки. Из тех материалов, которые остаются от бутафории, которые поставляют, скажем так, бутафорный цех, костюмочные, пошивные мастерские. И из небольших остатков, скажем так, мастерят фигурки героев, которые участвуют в спектаклях. Елка в музее не одна, их несколько разного размера. На еще одной большой елке советского периода висят советские игрушки. А рядом стенд с еще одним подарком жителей города-музею – миниатюрной новогодней елочкой. В прошлом году нам принесли украшения малютки, сделанные из стекла и из пластмасса. Есть миниатюрный Дед Мороз, наверное, самый маленький в нашей экспозиции. Он всего полтора или два сантиметра, самый небольшой. И вот игрушки стеклянные, которые украшают эти маленькие елочки. О каждой игрушке Ольга Бузнякова говорит с любовью. Ее рассказы о том, как в Россию пришла традиция отмечать Новый год, как раньше украшали елку. И когда подарки детям начал разносить Дедушка Мороз, можно послушать на экскурсии. Но нужна предварительная запись по телефону 6-64-94. Выставка «Тихо сказка входит в дом» будет работать в Музее народной игрушки до 31 января. Без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!